Всем привет! Сегодня поговорим о кабелерезах. О кабелерезах компании Книпикс. Книпикс 95, 26, 165. Данные кабелерезы поставлялись в отличие от ножа, который мне достался хоть в чем-то. Вот была коробочка такая неплохая. И больше не было ни черта. Вообще кабелерезов у Книпикса достаточно много. Грубо говоря, данные кабелерезы являются диэлектрическими. Данным инструментом можно работать в электроустановках до 1000 вольт. А также есть, они идут в исполнении с фиксатором, без фиксатора диэлектрический. А также есть с синими ручками, которые подешевле. Ну и есть вообще там с обычными такими, вот что-то подобное вот этому. Итак, начнем. Данные кабелерезы я все-таки выбирал в довесок ножу. Если нож я еще выбирал между чем-то и чем-то, то кабелерезы просто взял в довесок. Ну думаю, взял нож, возьму и кабелерезы. То есть особого выбора не стояло, ни с чем не сравнивал. Поэтому в данном видео расскажу характеристики. Ну и попробуем порезать разные кабеля. Он тут много чего приготовил. Поэтому порежем, посмотрим. Итак, длина инструмента порядка 17 сантиметров. 11 сантиметров составляют рукоятки. Рукоятки двухкомпонентные. Красным выполнен пластик. Желтая это такая обрезиненная часть. Рукоятки достаточно мягкие в тех местах, где нужно. То есть, где не нужно, они твердые и очень качественные. Соответственно, в руке лежит очень хорошо. Ничего никуда не скользит. Ну и вот моя лапища, вот по ней как литые. Соответственно, есть прорези под пальцы большие. Как с одной, так и с другой стороны. Вот. С этой стороны, с этой стороны. То есть, можно как левше работать, так и правше очень удобно. Есть фиксатор. Фиксатор достаточно качественный. То есть, вы захотели зафиксировать, он фиксируется, никуда не девается. Захотели закрыть, он закрывается. Есть возвратная пружина. Сейчас пружина реализована так, что она находится внутри механизма. Соответственно, у вас здесь нет никаких пружин, как, например, на дешевых инструментах. Соответственно, она часто мешается, либо эта пружина сбивается как-то. Здесь она внутри, внутри вот кабелерезов, соответственно, очень даже никому не мешает. Я уже хотел бы сказать по поводу сравнения кабелерезов и бокорезов. Этого делать не буду, так как это два разных инструмента. И вот, смотрите, как режут кабелерезы. То есть, у них идет рез равномерный, по сравнению, например, с бокорезами. И, соответственно, они еще рубят. То есть, как ножницы. А бокорезы, они больше всего мнут и идет последовательно. То есть, вот он кабель, он его постепенно начинает мнуть. А здесь ровно как гильотина отсекает. Поэтому, ну, сравнивать это без толку. И еще вот видно, может, кабелерезы были все масли, до сих пор это масло осталось. То есть, очень качественно все смазано. Все аккуратно. Ну и начнем, наверное, с самого главного, вроде чего все собрались. То есть, попробуем порезать разные кабеля. Начнем, наверное, с ПВС. Самый легкий. То есть, лежит вообще не напрягаясь. Все идеально, ровно. То есть, можно даже двумя пальчиками все резать. То есть, пружина работает идеально. То есть, можно целыми днями резать. Берем полтора квадрат. То есть, режет идеально. Рез ровный, качественный. Можно под углом. Рез также идеальный. Два с половиной квадрата. То есть, также режет легко. Двумя пальчиками. Под углом. Рез идеальный. Ну и, как всегда, четыре квадрата. То есть, видите, вообще идеально отрезает. Здесь небольшие усилия есть. Но, если, например, сравнивать с теми же бокорезами. Это, ну, небо и земля. Блин, самый большой у меня кабель с собой. Вот, четыре квадрата. Ну, вот, единственное, решил. Вот тут 12 жил вместе. То есть, идеально режет. Сразу же покажу. Никаких заминаний. Все ровненько. Ну, смотрите. Все идеально ровно. Ну, еще есть там четыре квадрата. То есть, идеально ровный рез. Единственное, на кабелерезах написано, что диаметр для купрового алюминия, то есть, для алюминия меди. И, соответственно, диаметр 15 миллиметров кабеля. Часто не пробовал. Но здесь, ну, не знаю сколько. Ну, сантиметра нету, наверное, в четверке. Режет неплохо. Надо подводить итог. Итог такой двоякий. С одной стороны, кабелерезы, которые мне понравились, очень удобные. Режут вообще не напрягаясь. То есть, режешь, не паришься. С другой стороны, цена. Цена на них завышена. Говорил почему. Потому что кабелерезы производятся made in Germany. То есть, из Германии сюда их везут. Соответственно, перекупщики, таможенные пошлины. И формируется цена. То есть, около трех тысяч они стоят. Ну, не знаю. Я ни разу не пожалел, что их, конечно, взял. Лежут вообще легко. Хотел бы еще самое главное добавить. Не только о Книпексе, а вообще о дорогом, хорошем, качественном инструменте. Это такой, знаете, пример из будущего, из прошлого. То есть, когда у меня раньше были обычные бокорезы, там, кабелерезы недорогие. Я мог себе позволить, ну, не запариваясь, пойти там отрезать какой-нибудь кабель. И сейчас, прежде чем это сделать, к Нипексам, я иду, проверяю автомат, либо индикатором проверяю, есть ли на кабеле напряжение. То есть, раньше я, если мог себе это позволить, сейчас я этого позволить не могу. Так как, если данными кабельерезы, да вообще любым инструментом резать под напряжением, хоть они и предназначены для этого, но кромкам сразу же придет кобздец. То есть, не то, что выкинуть его можешь. Ну, резать они станут на порядок хуже, ну и, соответственно, придет им край. Соответственно, хочу вам пожелать все-таки работать с хорошим инструментом. Хороший инструмент дисциплинирует. Поэтому, спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...